Здравствуйте, уважаемые господа. Сегодня понедельник, 12 сентября, московское время 16 часов, а это означает, что мы начинаем нашу регулярную передачу по понедельникам, посвященную анализу текущей ситуации на главных мировых площадках. Моя фамилия Макаров, зовут меня Михаил. Я работаю в компании ИнстаФорекс аналитиком и преподавателем. Если вы хотите попасть непосредственно на вебинар, вам нужно найти в поиске сайт компании ИнстаФорекс и зайти на сайт, по поиску найти расписание вебинаров. И тогда вы сможете в понедельник в 4 часа попасть ко мне прямо сюда на вебинар и можете смотреть, слушать и задавать непосредственно вопросы, а я буду на них отвечать. Итак, давайте по порядку. Значит, как я уже сказал, сегодня 12 сентября, понедельник и в принципе состояние с утра на рынках достаточно спокойное. Что мы видим, например, сегодня из интересного? Мы видим, что на открытии значительно вырос курс европейской валюты евро-доллар. Соответственно, смотрите, его открытие было 1.0077 и он ходил до 1.01.95. То есть почти на 120 пунктов. Правда, сейчас он как бы заметно корректируется. Если посмотреть на график, это вот график H4, то мы видим здесь некоторое такое, как это называется, у нас некоторое такое дно в виде чашек. Да, значит, или говорят в виде чашки. Вот и сейчас, возможно, я реформирую некоторое подобие ручки к этой чашке, чтобы продолжить движение наверх. Я хочу сказать, что это выглядит, ну, как попытка на разворот. Да, то есть и вот на дневном графике мы видим, что у нас началось падение такое длительное с европейской валюты, чтобы не ошибиться. Вот максимум европейской валюты был еще в конце мая 2021 года, оттуда началось падение. Вот была одна сильная волна, вот вторая волна сильного падения началась с 7 февраля 2022 года и последняя волна падения началась у нас с 9 июня. С 9 июня. То есть три как бы волны падения, но в принципе здесь возможно как бы разворот, что мы сейчас и наблюдаем. Если какие-то фундаментальные факты в сторону возможного разворота, да, есть. На прошлой неделе Европейский Центральный Банк повысил ставку на 0,75%. Более того, на выходных Бундесбанк, его глава, заявил, что он считает, что инфляция в еврозоне достигнет максимума 10%. И он считает, что нельзя останавливаться и надо повышать ставку до тех пор, пока не будет достигнута победа над инфляцией. Но это один момент. Второй момент, что в принципе, конечно, евро в своих минимальных уровнях, на уровне примерно 0,99, уже был с точки зрения исторической очень дешево. То есть если мы посмотрим многомесячный график, то последний раз на таких ценах евро бывал 20 лет назад, в конце 2002 года. Но перед этим он и был еще и меньше, да. Но это та точка, с которой стартовала полноценная уже валюта с наличным обращением европейская. А все остальное время, в принципе, если грубо очень, то средняя цена у него была где-то 1,27, 1,25, 1,28. Вот такие диапазоны. Правда, конечно, последние годы, ну начиная, скажем, с 2014 года, евро был существенно дешевле. Но все равно средняя цена европейской валюты, в общем-то, была, сейчас я скажу, ну вот так, это очень грубо, если взять среднюю цену, она была где-то 1,11. Все-таки, все-таки 1,11, не 0,99. Вот поэтому, так сказать, европейская валюта достаточно дешевая. Она используется во многих странах, как некоторая защитная активность на случай, например, резких проблем с американским долларом. Это все-таки вторая, как бы, мировая валюта, что ее, несомненно, тоже поддерживает. Ну, в связи с этим мы видим серьезную коррекцию на, так сказать, индексе доллара, да. То есть, как мы видим, индекс доллара сегодня сильно падает, в общем-то, третий день, да. То есть, три подряд практически, так сказать, таких черных свечей дневных. Вот что у нас происходит с... Да, нефть, нефть сегодня подрастает, и в пятницу нефть подрастала. Значит, нефть подрастает, потому что Соединенные Штаты, министр финансов, а бывшая глава Центрального банка США, Жанет Йелин, она сказала, что в случае вступления в силу, так сказать, зимой новых санкций против Российской Федерации по поставке нефтепродуктов, а эти санкции, как ожидается, вступят в начале декабря, это может привести к значительному росту цен на нефть на мировом рынке. Вот нефть как бы подрастает. Нефть вот американская, она стоит сейчас 88,60, а марки Brent где-то к 92 долларам за баррель. Вот, осталось нам посмотреть, что у нас на американском рынке произошло. На американском рынке тоже интересные достаточно события, вот, и новости будут интересные по Америке. Видите, что мы видим на американском рынке. У нас, во-первых, так сказать, сильная коррекция началась с 16 августа, с середины августа, вот, и она прошла достаточно глубоко, то есть, ну, достаточно, например, сказать, что это было 430 максимум, а упало до 390, то есть 40, это примерно на 10%. На 10% за месяц упал американский рынок. Но, как раз, так сказать, ситуация изменилась существенно в середине прошлой недели. То есть, 3 дня достаточно сильного роста, значит, показал американский рынок, и, в принципе, это некоторый разворот. Вот, это вот дневной график. Более того, значит, технически вы видите, да, прошу прощения, прощения. Значит, технически мы видим, что американский рынок по индексу S&P 500, а это график S&P 500, он вышел выше... Извините, он вышел выше двух сразу ключевых средних. Вот, средние, видите, вот эти две, так сказать, цветные линии, это 50-дневная и 100-дневная средняя. И рынок вышел, пробился выше их пересечения и закрыл день выше. Извините, вот, таким образом, рынок дал существенный сигнал на начало движения. Ну, а что касается, сколько он прошел от минимума, вот, 390-406, это 16 единиц, это 4 примерно процента. Это немало. Да, прошу прощения. Это немало для главного индекса Соединенных Штатов. Вот. Что у нас по новостям на этой неделе? Самая главная новость на этой неделе, во вторник, данные по инфляции CPI. Значит, данные, в принципе, довольно обнадеживающие. Прогнозы показывают, что инфляция выйдет в отрицательной зоне, то есть минус 0,2%. Это очень, как бы, здорово. Что касается базовой инфляции, или так называемого ядра, значит, очищенная инфляция от более высокого уладельных продуктов питания и бензина, ну, моторного топлива, то такая инфляция ожидается на уровне 0,4% плюс. Значит, в среду, это вот во вторник будет, в среду в то же время выйдет отчет по инфляции в оптовых ценах, инфляция CPI, и там ожидается ровно то же самое, то есть минус 0,2% во всех ценах и плюс 0,4% в ядре. И, так сказать, далее на неделе в четверг ожидается выход отчет по розничным продажам за месяц. И там тоже ожидается снижение розничных продаж минус 0,3%. Важно, что это последний отчет по инфляции перед новым решением Федерального резерва. Решение ФРС уже состоится через неделю в среду, на следующей неделе, 21 сентября. На данный момент рынок широко ожидает, что ФРС снова повысит ставку плюс 0,75%. Ну, а так, в целом, на рынке состояние очень спокойно. Главные политические события, вы, наверное, знаете и без меня, которые произошли. Мы, так сказать, за последние 6-7 дней не буду, так сказать, про это распространяться. Вы, очевидно, сами понимаете. И, в общем, на данный момент это все, что я хотел вам сегодня рассказать. В целом, ситуация, как я еще раз повторил, на рынке очень спокойная. Что касается рынка Соединенных Штатов, то я думаю, его можно аккуратно покупать. Но желательно, конечно, это делать с некоторых откатов. Вот, я думаю, что в связи с тем, что рынок, бывает, СНП-500 дал сильный технический сигнал наверх, я думаю, что будет продолжен рост. Я думаю, что осень все равно пройдет от флага, так сказать, роста. И рынок США попытается выйти на максимумы, которые были показаны в самом начале этого года. То есть, попытается все-таки к концу года вытянуть. А что там будет дальше, вот, ну, мы, как говорится, будем посмотреть. Вот, вопросов, как я вижу, ко мне нет. Большое спасибо вам за внимание. И до свидания до понедельника.